Итак, дорогие друзья, доброе утро. Сейчас уже, правда, не совсем 10, вернее, совсем не 10, но я решил, что лучше провести урок в 11, потому что многие участники, которые смотрят его, смотрят его в течение дня. Если его совсем не сделают, то будет хуже намного, чем если его проведу в 11. Вот сейчас, может, и мясорубь подтвердит мои слова, потому что он, вот видите, сразу включился, и Влад Косов, и так далее. То есть многие сейчас могут выделить 20 минут на то, чтобы поучить Тору, а в течение дня каждый урок смотрят тысячи людей. У нас есть по 2, по 3, по 5 тысяч просмотров. И поэтому, поэтому очень лучше сделать позже, чем не сделать вообще. И, в принципе, это тоже такое, я думаю, что это самый важный, вот самый важный месседж, который я хотел бы передать в этом уроке. Вот мы находимся сейчас перед Роша Шана, и каждый, как бы, да, должен делать хижбон-эфиш. Хижбон-эфиш – это, как бы, посчитать свою душу, грубо говоря, да, посчитать свою душу, и проверить, насколько ты служишь Богу, как усилиться, да, всем шагу о том, как усилиться в служении Богу. То есть мы сейчас подходим, подходим мы к Роша Шана. Как мерять? Вот это вопрос большой. Как мерять? Что является мерилом? Мерилом, по которому человек должен оценивать себя и свои поступки. Ну, естественно, воля Бога, да, Бог сказал, заповеди – это делай, это не делай, это правильно, это неправильно. То есть заповеди – это выражение воли Всевышнего, воли Бога. То есть Бог сделал мир, дал Тору, установил заповеди – все. Но заповеди – это тоже вопрос, потому что есть заповеди из Торы, и есть такая книга, называется «Сефер Митцвод Акацар», короткая книга заповедей. Ее в свое время составил Хафетскаем, и он там выделил заповеди из 613 заповедей, которые Бог дал в Торе, прям выразил свою волю. Так вот из этих 613 заповедей есть, вообще есть 365 запрещающих и 248 повелевающих. Но в наше время, в котором мы живем, без храма, без царя, без священников, без жертвоприношений и так далее, Хафетскаем насчитал 77 актуальных заповедей, которые актуальны в наше время повелевающих, и 178, по-моему, или 177 запрещающих, которые актуальны. Плюс добавляется еще там, по-моему, около 15 заповедей, которые актуальны в земле Израиля. Только в земле Израиля. Получается, что их надо прежде всего знать, если ты не знаешь волю Бога, как ты можешь ее выполнять? Ну, когда ты знаешь волю Бога, есть очень большие нюансы в каждой заповеди, с какого момента она считается выполненной. То есть есть вот, мир же не состоит из черного-белого, да, то есть есть ночь, есть день, а есть вечер, а есть восход и так далее. Вот эти вот полутона, переходы между одно в другое, да, вот эти полутона, они есть также и в заповедях. Вот есть заповедь, ну, то есть мы учим Тору, да, то есть каждое утро урок Тора. Это заповедь, блинедер. Я стараюсь блинедер без обеда, или я провожу, или проводят Эйтан эти уроки. Но если я в 10 сегодня не смог, вопрос, надо ли мне проводить в 11 или не надо? Я посчитал, что надо. Так же в каждой заповеди, то есть есть вот эти вот полутона, есть выполнил классно. То есть это вот так надо выполнять, прям изучил и выполнил. Есть выполнил больше, чем надо. Это хасиды так делают, то есть они каждую заповедь, они должны с настроем, с эмоцией. Это Бемисерут Нефеш, с таким самопожертвованием. Хасиды, они перед каждыми заповедями, перед каждой, они так настраиваются, говорят, арени муханум изуман, вот я подготовлен и прямо собран для выполнения воли Всевышнего. И они выполняют ту же самую заповедь, но прям тюш, с бенгальскими огнями, с салютом на небе и так далее. Это называется идур митцва, великолепная митцва, то есть выполняют заповедь великолепно. А есть бедеевет, бедеевет это вот уже сделано и сделано, ну типа сделано как смог. Извините, не могу сегодня, но вот как смог сделал. Например, человек не может молиться, вот шмай эстраэль, да? И дур митцва, это он прямо подготовился к молитве, окунулся в мику. И он заканчивает шмай эстраэль с первым, заканчивает шмай эстраэль до выхода первого луча солнца. И с первым лучом солнца уже начинает молитва шмонай эстраэ. Это так молятся царики, да? Такие прям есть в Израиле. Я какое-то время ходил вот молиться с первым лучом солнца на Котель. И там было Миньян и Аштиназим, это евреи Аштиназки, Миньян Сфарадим, Миньян Кабалистов. Там было несколько таких Миньянов, которые прямо вот с первым лучом солнца. И так было интересно. Все, значит, идет такой гул, 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 гул. И потом выходит первый луч солнца. И такая тишина вообще, просто тишина. Ни одного шороха. Это очень сильно, да? И вот видно прямо, ну не видно, чувствовалось там огромная сила в этой молитве. Значит, это называется и дурмитсва. А бывает спешишь куда-то там, на самолет опаздываешь. И думаешь, как успеть помолиться перед самолетом, чтобы успеть во время чтения шма. Время чтения шма это от восхода солнца три первых часа. Шма эстраэль надо успеть прочитать. И ты уже прямо время подходит. И ты понимаешь, у тебя три минуты, вот уже на самолет надо идти. Как вот в Хасиде в аэропортах. И ты, значит, быстрее, быстрее твили надел. Все там, оп, лишь бы успеть. Это называется бедеевет. Бедеевет это, ну, выполнил так выполнил. Но тоже хорошо. И как себя оценивать перед Рошашана? Что является мерилом? Так вот, я лично в свое время для себя очень взял, мы учили, помните, Мишна в Пертеевод. Мы учили во второй главе. Там говорил Раби Шимат бен Натанель. Он говорил, Аве заир бы креат шмау бы твила. Будь осторожен в чтении шма и в молитве. Значит, Вальта Се Тора Теха Кева. Не делай свое Тора, ну, такое вот, заученное, автоматическое. Эля Рахамим Твила Теха. Не делай свою молитву такую заученную, А все время она должна быть как Рахамим в Эта Хануним. То есть, ты должен все время, ну, прямо взмолиться, да, перед Богом, просить Его. То есть, эмоционально должна быть молитва. И не будь злодеем перед собой. То есть, ты сам не должен быть злодеем в своих глазах. Потому что, если ты злодей в своих глазах, Некоторые думают, вот я сейчас перед Богом скажу, Я злодей такой вообще, я там, шма Исраэль, не вовремя сказал один раз, все. Но, если ты сам на себя вот так вот нагнетаешь, Бог подумает, смотри, какой он садик. Ну, образно, да, то есть, Бог же, он судит человека мерой, Которая человек меряет другим и меряет себе. То есть, это как бы очень важно, установить правильную меру. Сейчас перед Рошашина как раз близится день сюда, И я вот наблюдаю, как люди между собой разговаривают, Все на годе там все. И все судят друг друга, обсуждают, Этот не так сделал, этот не так сделал, А вот тут он не так сделал, а тут не так сделал. И я думаю, вот сейчас же как раз Бог всем показывает, Чтобы ни одного поступочка не пропустить, Который человек сам делал в течение года. И он сейчас сам себя судит, 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 судит. Потому что он других, когда обсуждает, Он же высказывает меру суда. Это очень важно сейчас помнить, И очень важно сейчас именно быть предельно мягким адвокатом. А если не встал до восхода солнца, проспал, Значит, проспал, не мог же он молиться во сне, правильно? Бог же понимает, что человек не мог во сне молиться, Он спал. Это значит, он как Арнус, это вообще он не мог спать, Он не мог молиться, все, это вообще не преступление даже, наверное. Я думаю, что не преступление. Вот смотрите как, вот Ирина сейчас мне задает вопрос. Если бы я сейчас сказал, должен был встать, Должен был включить будильник, Должен был, ну и что, что он лег там в 2 часа ночи. Каждый человек должен встать. И человек, когда другого так судит, Он ему говорит, как надо было бы сделать. Он забывает, что сам-то он так не делал. Много раз. А если он говорит, другой должен сделать, Так он сам должен сделать. И в этот момент он себе как бы выкладывает дорожку, Как его Бог будет судить. Понятно? Так что надо быть very, very, как мягким, Мягким другим людям. Адвокатом, а не прокурором. Хорошо, давайте. Сегодня у нас, я просто сегодня лечу в Москву, И мало времени. Яков Шатадин даже пришел, видите? Поэтому у нас сегодня короткая мишна. Короткая мишна. Значит, мишна 20-я. Ее сказал очень странный человек, Звали его Илиша Бенавуя. Илиша Бенавуя сказал эту мишну, И он говорил так. Он говорил так. А у меня Тора елет. Тот, кто учил Тору ребенком, Ребенком, на что он похож? Тот, кто учил Тору ребенком, На что он похож? На чернила, На чернила, Которые были написаны на бумаге новой. То есть в то время, Илиша Бенавуя жил после разрушения второго храма. Он был современник рабе Ативы. И когда, значит, в то время, Представляете, тогда было очень все тяжело. Непонятно. Даже бумага, Бумаги-то не было. Писали на пергаментах только. Только на кожах писали. Или на папирусах тоже не было бумаги. И сам процесс письма, Учеба, он был другой. Люди были более осознанны. Не было такого огромного потока информации. То есть человек, Он рождался, И у него было минимум информации. Звуковой. Минимум картинок. Он никуда не ездил. А именно вот так вот. У него какие события? Весна, осень, Лето, зима. Собака родила. И овцы. Овцы тоже рождаются периодически. Все. Больше событий у него нет в жизни. И там римляне раз в три года приходят С этим, с налетами. И, значит, в то время, Когда учились, То человек в детстве особенно, Вся любая информация, Которую он получал, Она сразу же у него прописывалась В его памяти. Прямо она ему, Прямо отпечатывалась в его памяти. И говорит Илешабе Навуе, Тот, кто учит Тору ребенком, На что он похож? На чернила, Которая написана на бумаге новой. Но имеется ввиду на пергаменте новом. А тот, кто учит Тору за Кен, Когда он уже старый. Тот, кто учит Тору, Когда он старый, На что он похож? На чернила, Которые написаны на бумаге стертой. Уже писали много раз. Стерли. Знаете, как вот цветок Торы Написан чернилами на пергаменте. Иногда буквы стираются. И раньше, очевидно, Когда вот на каком-то листе написали, Потом через какое-то время Песочком потерли. Стерли чернила. Остается опять пергамент. Но следы-то остались. И так далее, и так далее, и так далее. В общем, Давайте разберемся. Во-первых, Илешабе Навуе, Он был очень интересный персонаж, Который был великий мудрец. Он входил в четыре самых Сильных мудреца, Которые входили в Пардес. Раби Атива, Бен Зума, Бен Азай И Илешабе Навуе. И, значит, Когда они входили в Пардес, Один сошел с ума, Один умер. Илешабе Навуе вернулся И стал отступником. Он вообще полностью Нарушал всю Тору, Предавал евреям, Римлянам, Шаббат нарушал, Все нарушал, Что только можно было. Стал отступником. И только Раби Атива Зашел и вышел с миром. Но когда он даже Стал отступником, У него был ученик Раби Мейер, Который следующему поколению Передавал Тору. И он продолжал У него учиться. Ему другие мудрецы говорили, Как ты можешь У него учиться? Он преступник. А он говорит, Это похоже на человека, Который нашел гранат. И он зернышки сок высасывает, А мякоть выкидывает. Ну вот это все. Он говорит, Я из него Тору вытаскиваю, А его все взгляды, Там все, Меня не интересует. Так делать нельзя, Но это доказывает, Что у него все, Что он учил в детстве, Вся Тора, Она в нем осталась. Но, А куда же она делась? Почему же он тогда Все нарушал? У него перестало быть Намерение служить Богу. То есть, Служение Богу, Самое главное, Это намерение. Вот это то, Что называют Ират Шамаем. Страх перед Богом, Желание служить Богу, Желание присоединиться к Богу. И на него, На это желание, Накручиваются, Накручиваются Знания, Действия, События жизни человека, Ну и так далее. Или, Желание не служить. И вот у Ильиша Беновоя Было желание не служить. Но Тора-то в нем осталось, То есть, Те знания, Которые он учил Все детство, Их невозможно вытащить из него. А обычный человек, Который, Теперь что делать нам? Мы же уже взрослые Начали учить Тору. Надо знать, Что чем ты взрослее, Тем тяжелее. То есть, Все, Что ты учишь Тору, Оно накладывается сверху На те слои, Которые были у тебя уже записаны там, На долговременной памяти, На подсознании. Это похоже на того, Кто пишет уже на Исписанной бумаге. Естественно, Что тяжелее запомнить, Тяжелее сложить свою картину мира, Именно точно, Тараническую. Но, Тем не менее, Это только значит, Что мы должны в два раза сильнее стараться. Но самое главное, Еще раз, Намерение. Самое главное намерение, Намерение служить Богу. И тут есть, Любович Торембе, Он чуть-чуть по-другому объясняет слова, Тот, Кто учит как ребенок, И тот, Кто учит как Закен. Как Закен, Он говорит, Это не старик, Это тот, Кто канахахмат, Тот, Кто умный, Мудрец еще. Второе слово, Перевод слова Закен, Это мудрец, Тот, Кто приобрел знания. Он говорит, Если ты учишь, С точки зрения, Вот, При уменьшении себя, Как ребенок, Вау, Мне интересно, Я ничего не знаю. И ты учишь, Ты впитываешь это новое знание, То ты в любом возрасте Можешь его учить, Как ребенок. То есть, И оно становится, И оно именно ложится. То есть, Тот интерес к знанию, И то, Та вера, Что вот Тора, Это самое главное, Оно может открыть, Даже уже в зрелом возрасте, Путь, Чтобы запомнить Тору. Сам Раби Атива, Он 40 лет начал учить Тору. А если ты учишь, Как Закен, Закен это тот, Кто уже знает, То есть, Тот, Кто уже, Кана Хохмат, Тот, Кто приобрел уже Хохму, И ты учишь, А, Ну еще чуть-чуть, Я поучу. Ну, Вот я там, Профессор математик, И еще чуть-чуть Торы поучу. То тогда, Естественно, Это похоже на то, Что, Как писать на исписанной бумаге. Поэтому, Давайте сделаем выводы. Первое, Что мы сделаем, Какой вывод? Главное, Это намерение. В, В, Ильиши Бенову, И мы видим, Что сама по себе Тора, Без намерения служить Богу, Она не обеспечивает, Не обеспечивает человеку праведность. То есть, Самое главное, В заповедях, В Торе, Во всем, Иметь четко, Явное, Проявленное намерение служить Богу, И просить у Бога помощи, Чтобы Бог тебе помогал, Как написано, Что тот, Кто пришел очиститься, Тому помогают. Тот, Кто пришел запачкаться, Ему не мешают. То есть, Самое главное, Здесь, Которому человек хочет идти, Его ведут. Если выберет Анастасия Корядина, Бромберг, Путь к Богу, И будет просить Бога, Чтобы он дал ей силы, Запомнить Тору, Учить Тору, Соблюдать заповеди, И победить ей, Сырара, Злое начало, То Бог ей будет помогать, Как и всем остальным. Вот. И второе, Что мы научили, Что, Что, Что человек учит в детстве, Оно запоминается. Но это не, Как бы, Не особо такой, Прям супер, Мега новое знание. Но если, Отнестись к нему, Как к новому знанию, То есть, Если внутренне настроиться на то, Что, Вау, Какая мысль-то, Да? И тогда, Эта же самая мысль, При моем намерении, Ее запомнить, Не при намерении сказать, Да я знаю, Чего это, Я знаю все. А именно, Когда мы даже те мысли, Которые кажутся нам знакомыми, Воспринимаем, Как воспринимают дети, То в этот момент, Слава Торы, Они глубже проникают в душу, И снова человек становится, Как, Как чернила, То есть, Они становятся, Как чернила, Которые написаны на новой бумаге, А не на старой, Исписанной. Все. Поэтому, Я свое намерение сегодня провести урок, Выполнил, И это яркий пример того, Что заповеди надо выполнять, Хоть как, То есть, Не можешь в идеале, Сделай хоть как-то, Хоть чуть-чуть, Хоть, Главное твое намерение, Все, Сегодняшний урок тоже прошел успешно, Пожалуйста, Извиняюсь за то, Что он не был в 10, Конечно, Завтра попросим Натана провести урок, Потому что в 10, Я в Москве завтра начинаю, Тренинг, Работа, То есть, Работа, Работа, Человек должен, Хорошо объединять Тору с работой, Вот я и объединяю, А Итана мы попросим провести, Если он в 10 сможет провести урок, Или Якова Шатадина мы попросим тоже, Он учит Тору целый день, У него Тора Тома, Ну то, Так что он тоже много очень знает, И прекрасно проводит уроки, Все, До завтра, Пожалуйста, Напишите вместо спасибо вывод, И поделитесь выводом со своими друзьями, Пока, Спасибо, Вот Таня Сурис, Молодец, Какой прекрасный вывод, Пока, Удачи, Успехов,